Сегодня на учете в Кустанайском областном онкологическом диспансере почти 12,5 тысяч больных. По словам главврача, чаще всего регистрируется рак молочной железы, желудка, кожи и легких. Для раннего выявления заболевания и как следствие большей вероятности излечения в Казахстане разработана система скрининговых исследований. В онкологической службе их шесть. В 2017 году в регионе благодаря скринингу выявлено 199 человек с онкологическими заболеваниями. Выявлено по скрининговой программе рака шейки матки 9 пациенток. По раку прямой кишки и толстой кишки порядка 53 пациентов. По раку пищевода и желудка порядка 27 пациентов выявлено. По раку молочной железы 55 женщин и по раку пристательной железы выявлено 73 пациента. Более 90% пациентов выявлено в первой и второй стадии. Это залог успеха как лечения, так и отдаленных результатов. В своем послании народу Казахстана Нурсултан Азарбаев отдельное внимание уделил вопросу развития онкологической службы. По словам главы государства, в стране нужно создать научный онкоцентр. И, конечно, нужна единая информационная система для всех медицинских учреждений страны. В этой базе будут данные на каждого пациента. Поставлены диагнозы, методы лечения, итоги скрининговых обследований и официальная статистика медучреждений. Это позволит в краткосрочной перспективе разработать электронный паспорт пациентов. Перейти на безбумажные больницы, то есть уйти от рутинной бумажной работы, что позволит сократить время обслуживания пациентов. Больше уделять время для осмотра, для лечения пациентов, внедрять новые технологии. И комплексная медицинская информационная система, она будет интегрирована с другими системами. То есть ситуация будет отслеживаться ежесуточно. Поэтому многие вопросы, которые идут традиционно у нас, это утренние отчеты, бесконечные отчеты, скажем, с калькулятором, с карандашом, все это уйдет в историю. Помимо этого, здравоохранение Казахстана будет поэтапно переходить на систему обязательного социально-медицинского страхования, основанного на солидарной ответственности населения, государства и работодателей. Работать в полной мере она начнет с января 2020 года. Монорбек Касколов, Ярослава Богатырева, РТН.